МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «День города». О главных новостях вам расскажут мои коллеги. И я, Валерий Седов. Маски и штрафы. В Рязани прошел рейд по соблюдению масочного режима. Наглый дрифтер. Выходные для сотрудников ГИБДД выдались непростыми. Квоты для инсультников. Кому положено и как получить. В святыне Рязанской земли в библиотеке Горького открылась выставка митрополита Марка. Ученые спрогнозировали пик пандемии в России. Он наступит 21-22 декабря. Такой прогноз сделали ученые Санкт-Петербургского госуниверситета. Согласно ему, число болеющих вирусом в эти числа может составить от 514 до 517 тысяч человек. Заведующий кафедрой математического моделирования энергетических систем СПБГУ, руководитель Центра интеллектуальной логистики Виктор Захаров пояснил, что имевшийся класс модели для прогнозирования динамики эпидемий не годился. Поэтому пришлось разработать новый подход и новую модель. Ее особенностью стала динамика распространения нового коронавируса в странах, где пандемия началась раньше. Ученые еженедельно обновляют прогнозы для Петербурга и Москвы. Так в столице они ожидают пика заболеваемости 10-12 декабря. Масочный режим, установленный для посетителей торговых центров и общественных мест, для пассажиров общественного транспорта обязателен в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Соблюдение режима регулярно контролируют сотрудники ГО и ЧАЭС и правоохранительные органы. Вот так проходит контрольное мероприятие по соблюдению масочного режима и социальной дистанции на остановке возле автовокзала «Центральный» на Московском шоссе. Сейчас мы видим, как сотрудники Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Рязани проводят проверку наличия средств индивидуальной защиты у граждан. По словам участников рейдов, подавляющее большинство людей с пониманием относятся к проводимым мероприятиям. Однако не все согласились надевать маски. В отношении трех граждан были составлены протоколы, которые переданы в суд. Больше 30 человек получили предупреждение. И все же многие с пониманием отнеслись к действующим мерам. Я к этому отношусь положительно. Я месяц назад муж похоронила. Так что вот он был противник масок, а я всегда в маске. Ну просто нужно думать еще о родственниках, потому что многие живут с людьми преклонного возраста. В которых можно заразить, которые могут тяжело переносить болезни. Часто люди не осознают необходимость соблюдения масочного режима на остановках общественного транспорта. Ведь это открытое пространство. Однако остановка считается общественным местом. Здесь сложно соблюдать социальную дистанцию, особенно в час пик. Поэтому риск заражения возрастает. Не все относятся к этому с пониманием. Во время съемки женщина отказалась надевать маску, несмотря на то, что она была у нее в руках. Сотрудники ГО и ЧЕС начали заполнять протокол об административном нарушении. В отношении женщины составляется протокол 20.6.1 КОПРФ. Значит, она не исполнила законные требования и отказалась одеть защитные средства в виде маски. Данные материалы будут направлены в Московский районный суд города Рязани для рассмотрения по существу. В последнее время люди стали более внимательно относиться к своему здоровью. Но остаются и те, кто пренебрегает правилами защиты и отказывается от ношения защитных масок в общественных местах. Для таких граждан предусмотрено составление протоколов об административных правонарушениях и штраф в размере от 1000 до 30 тысяч рублей. Олеся Котровская, Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Сразу 25 водителей в состоянии алкогольного опьянения попались в руки сотрудников ГИБДД в минувшие выходные. Автоинспекторы проводили специальный рейд и зафиксировали более 3000 нарушений, одно из которых их просто возмутило. Нахальный водитель решил полихачить прямо возле экипажа. Что ему за это было, знает Максим Васильев. Это видео в считанные часы облетело все паблики в социальных сетях. На нем пример, как принято говорить, сейчас слабоумие и отваги. Суббота, 21.10. Наглый водитель на «семерке» дрифтует вокруг экипажа ГИБДД. Понятное дело, такое хамство автоинспекторы терпеть не стали. Лихача задержали. В общем, шутка не удалась. Как говорят автоинспекторы, 28-летнему парню еще повезло, что был трезв. Впрочем, и других поводов для дела у него оказалось, хоть отбавляй. Одних только неоплаченных штрафов там скопилось прилично. Как выяснили сотрудники госавтоинспекции, при проверке документов, этот водитель не имеет права управления транспортными средствами. Его водительское удостоверение уже было несколько дней просрочено. Что также образует состав административного правонарушения по части 1 статьи 12.7 КОАП РФ. Штраф за данное нарушение предусмотрен от 5 до 15 тысяч рублей. Помимо этого, сотрудники госавтоинспекции выявили, что данный водитель уже в этом году 12 раз до этого нарушал правила дорожного движения. А вот на 195-м километре трассы Ряжск-Касимов-Нижний Новгород еще один 28-летний парень пошел дальше. И на своем Volkswagen на мосту просто протаранил приору ДПС. Еще один случай странного поведения зафиксирован на дороге Рязань-Ряжск. Десятка на полном ходу врезалась в прицеп трактора, ехавшего в попутном направлении. Три человека отправлены в больницу. Какое-то массовое помутнение автолюбителей на выходных довершили четверть сотни нетрезвых водителей. Теперь за рули не сядут лишь в следующем году. Это в лучшем случае. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Как поступают с иностранцами, которые отсидели свой срок? В Рязани таких граждан депортируют на родину. Сотрудники иммиграционного контроля рассказали и показали, как это происходит. Это граждане из стран ближнего зарубежья. Каждый из них осужден в Рязани по статье Уголовного кодекса. У двоих срок за нападение, другие за мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Они отбыли назначенное наказание и до настоящего времени находились в центре временного содержания иностранных граждан ОМВД. Назначенные сроки мигранты отбывали в исправительных колониях на территории Рязанской области. На основании распоряжения Министерства юстиции России о нежелательности дальнейшего пребывания указанных лиц на территории Российской Федерации было принято решение об их депортации. Теперь путь иностранцев лежит в международные аэропорты Внуково и Домодедово, откуда они отправятся в места гражданской принадлежности. До Москвы их сопровождают сотрудники подразделения иммиграционного контроля и отдельного батальона по ПСП ОМВД. Всего с начала 2020 года из числа лиц, находившихся в центре временного содержания иностранных граждан ОМВД России по Рязанской области, выдворено или депортировано за пределы России 139 человек. Это лица, отбывшие наказание за совершение преступлений и нарушителей административного законодательства. Валерий Седов, телекомпания «Город». В Федеральном центре мозга и нейротехнологий ФМБА России появились квоты на лечение, в том числе для жителей Рязанской области. Получить их на реабилитацию после инсульта в специальном учреждении можно бесплатно. Единственное условие – давность заболевания. Она не должна превышать год. Квоты для перенесших инсульт, сразу оговоримся, опция бесплатная. Специальная программа Минздрава России «Высокотехнологичная медицинская помощь» позволяет лечить амбулаторно до 25 пациентов одновременно. Причем в приоритете у центра мозга не москвичи, а люди с регионов, по обычному полюсу ОМС. Технически все это выглядит вот так. Беговая дорожка с двумя полотнами для каждой ноги. Аппарат автоматически подстраивает скорость через зоркоглядящие видеокамеры. Во время движения пациента анализируется возможность передвижения по этой дорожке. И, соответственно, для правой и левой ноги темп движения может быть различным, этих полотен. При этом перед пациентом экран, на который, по сути, он является монитором, если сравнить с компьютером, выводится то или иное задание. Один из важнейших этапов реабилитации инсультников – возвращение речи. Уникальный комплекс с громоздким названием «Интерфейс мозг-компьютер» позволяет общаться и таким людям. Это, возможно, у многих сейчас вызовет удивление, но общение, по словам врачей центра, происходит телепатически. Аппарат основан на безречевой коммуникации пациента. Он силой мысли может набирать текст на компьютере и выбирать нужные символы, если он не читает и не пишет, чтобы отправлять сообщения, допустим, своим родственникам. Аппаратный комплекс дает возможность пациента оставить на какое-то время. И если вдруг что-то пациенту нужно, он может отправить силой мысли своему родственнику сообщение СОС. Показания к получению квоты на лечение – практически все заболевания центральной нервной системы. Людей в центре принимают не только после инсультов, после черепно-мозговых травм, нейрохирургических вмешательств, а также берут на лечение людей с рассеянным склерозом и болезнью Паркинсона. Тем, кто живет далеко и кому ехать в Москву для консультации накладно, можно прислать свою историю болезни по электронной почте. Документы обещают рассмотреть за неделю. Максим Васильев, телекомпания «Город». Рязанцы смогут увидеть фотоработы митрополита Марка. В мультимедийном зале Рязанской областной библиотеки имени Горького открылась галерея его фоторабот. Далее расскажем и покажем ее особенности. Сделать мир, в котором живешь, прекраснее. Именно такую цель преследует митрополит Марк своей фотовыставкой. Работ здесь немного. Все они собраны с его поездок. Посещая другие страны, смотришь, как порой люди относятся к произведениям культуры, архитектуры. Не бросает мусор, не вырывает с корнем растения, не бросает окурки и так далее. И хочется, чтобы и у нас в стране тоже было красиво. Есть и виды Рязанского Кремля. Работа так и называется «Святыни Рязанской земли». Многие отмечают, что у митрополита Марка особый дар – видеть красоту и передавать ее на фото. В юности владыка посещал фотокружок и занимался этим на любительском уровне. Когда принял сан, то от своего хобби не отказался. Цель осталась прежней – совместить культуру и духовность. Здесь, на площадке Рязанской областной библиотеки, эти очень важные явления сосуществуют дружно, согласно, в едином стремлении воспитывать, духовно просвещать наш народ Рязанский, нашу молодежь. И сегодняшняя выставка является примером этому. Это не первая выставка митрополита Марка. Он и раньше выставлял фотоработы из своего архива. Впервые это произошло в 2016 году в Москве на выставке под названием «Письма друзьям». После были и другие, благодаря которым можно посмотреть на мир новым взглядом. Мы сегодня имеем возможность увидеть мир, увидеть прекрасный светлый мир глазами нашего любимого владыка. И сегодня эта выставка, которая размещена в библиотеке Горького, она действительно будет, ее увидят все, кто приходит в библиотеку. Выставка представлена в мультимедийном зале Рязанской областной библиотеки имени Горького. Также митрополит Марк передал сюда два фотоальбома «Тайны Венеции. Город апостола Марка» и «Святыни Рязанской земли». Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.tv и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей.